Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня в нашей рубрике тест-драйв ГАЗ-3102 который собирался еще в Советском Союзе но именно этот экземпляр уже был собран в Россию Этот автомобиль собирался с конца 80-х годов и был таким элитным автомобилем среди чиновников советских, которые очень любили эту марку и этот автомобиль был только для них Черная Волга была советская вина, это как Майбах сейчас в Москве На ней ездили все У Гагарина была Волга У всех партийных лидеров была Волга У Горбачева была Волга Немцов в свое время предложил после переворота пересесть на Волге Но никто не захотел и продолжали ездить на Мерседес Сейчас Волги практически не выпускают только ограниченным количеством и их можно заказать Но можно их сейчас еще купить потому что Волги не так дорого стоят как хотелось бы всем знать У этого автомобиля есть минусы, но плюсов больше Салон мощный двигатель Не знаю даже что Просто это Волга Всем любителям Волга это просто будет шикарный автомобиль как всегда Ну как говорится на каждую Волгу свой Волговод Минусы, ну да Минусы у этого автомобиля Ну и конечно же расход 2,5 литровый двигатель еще 395 кубических сантиметров двигатель потребляет около 17-18 литров 92-го бензина на 100 километров Минус длин, длина, ширина не во всех парковках но во всех парковках можно встать на этом автомобиле потому что автомобиль достаточно большой и обзор у него не такой уж большой стекла автомобиля большие выпускаются с тех пор с тех пор по-моему когда даже двадцать четверка еще выпускалась автомобиль все-таки шикарен конечно все знают что у этого автомобиля ну такой просторный багажник да это действительно так сейчас тут хранится всякого всякого хлама зимняя ватрушка ну и конечно запчасти на автомобиль запасные стекла все это еще запчасти запчасти обязательно кроссовки как же без кроссовок наверное сейчас обязательный атрибут любой машины которой хранится это убито как говорится без бит и сейчас в России никуда но это верно на самом деле потому что этот автомобиль для себя и может привозить ну к моему личному опыту может привозить десять ящиков картошки которые спокойно вмещаются в этом багажнике еще остается место для помидор ну как говорится сейчас весна рассада все этим как говорится грешат в этих автомобилях есть еще пара хороших штук хоть это автомобиль Советского Союза у него в багажнике встроена лампа в которой ночью при включенном габаритном огне можно взять багажник очень хорошо управление благодаря гуру этого автомобиля очень легкое несмотря что все вновь говорят что ай-яй-яй это же Волга и невозможно практически управлять но на самом деле это не так да это Волга да это автомобиль который с большим радиусом разворота да так и есть но то если я твой любимый автомобиль то ты забудешь на все на все минусы твоей машины на ее расход на ее там плохо регулируемые сиденья у тебя это будет все ерунда потому что автомобиль твой любимый пригорится в этом автомобиле у меня все устраивает то есть эта монетола классная это всякие ништяки полный стеклопакет электропакет то есть нету больше никаких весел которые будут будешь крутить полу смерти чтобы пропустить окошко но запчасти не такие уже недорогие самое что у меня тут большое крупное сломалось это была печка радиатора ну и генератор но это все ерунда у меня обошелся ремонт печки с 4000 а в этот генератор 800 рублей на фигуру так но я не могу не это не Продолжение следует...